здравствуйте уважаемые любители истории в 2020 году я опубликовал на своем канале цикл лекций о ранней славянской истории который был основан на моей книге происхождение славян прогрессологическая реконструкция изданной в 2012 году за эти годы мне приходилось читать под своими видео самые разные комментарии как человек который занимается наукой а любая наука это поиск закономерностей хочу в этом видео поделиться своими выводами о тех кто интересуется этой темой прежде всего я могу утверждать что именно эта тема повлекает самое большое количество неадекватных людей наверное среди них есть люди психически больные но я уверен что абсолютное большинство совершенно здоровые люди тем не менее они почему-то считают для себя возможным безапелляционно высказываться о предмете о котором они знают очень мало почему-то никто из них не пишет под видео скажем о токарной обработке металлов как надо точить если они сами токарный станок видели раз в жизни или не берутся указывать автору видео об офтальмологии как надо лечить косоглазие только на том основании что у них тоже есть глаза могу заметить что чем поверхностнее у человека знания истории ранних славян тем категоричнее и с большим опломбом он пишет комментарии наверное такие люди уверены что все знают об этом предмете столько же сколько и они похоже им даже в голову не приходит какая огромная литература существует по древней истории прочитал пару исторических романов статью в википедии и уже мнить себя специалистом хотя никто из них не в силах одолеть даже небольшую монографию по археологии не говоря уже про работы лингвистов так под видео появляются комментарии типа прародина славян была на новой гвинеи потому что этноним папуас получился от названия страны папуа и славяне сокращенно папуасы ну да бог с ними этих людей легион их ни в чем убедить невозможно пусть себе пишут любые глупости в конце концов комментарии продвигает видео есть еще одна категория слушателей это историки их мало но они есть по их комментарии видно какие глубокие проблемы есть современной исторической науки что я имею ввиду историков учат запоминать факты но совершенно не учат их анализировать а в то же время как я уже сказал поиск закономерности задача любой науки но видимо историки считают что к истории это не относится современная история это просто огромный архив человечества там накоплено бесконечное количество самых разных фактов но накопление фактов без их анализа и обобщения бесполезно что я имею ввиду вот в естественных науках факты собираются обобщаются анализируются и на основании этого делаются выводы о существовании закономерности или законов например законы термодинамики всемирного тяготения законы идеального газа и можно перечислять очень долго то что это правило действует и в общественных науках подтверждается тем что например существуют экономические законы законы спроса и предложения количественные теории денег и так далее и так далее но историки на это внимание не обращают почему а зачем ломать голову над вопросами которых никто не задает рассказываешь студентам слово слово то что в свое время тебе рассказывали когда ты был студентом а зарплата идет ну а диссертации пишутся не для науки советское время защищали диссертации на тему роль коммунистической партии в организации пожарной охраны в краснодарском крае а сегодня развитие пожарной охраны в краснодарском крае в период 1946 1990 это никому не нужно и никому не интересно однако нужное количество статей опубликовано на конференциях выступал ссылки в диссертации оформлены правильно значит защитишься такие историки старательно запоминает некие устоявшиеся представления и несут их дальше без изменений есть конечно вещи которые зависят от политической конъюнктуры такие изменения линии партии сразу же улавливаются и необходимое изменение прописной истины вносятся мгновенно но если политика безразлична к неким общепринятым взглядом то они превращаются в непоколебимый канон вроде религиозной традиции и уже не важно кто первый высказал эти взгляды на каком основании действительно зачем историку это выяснять во первых им все равно кто и почему главное не отступать от канона чтобы не вызывать осуждение коллег а во вторых ну выяснишь ты чем руководствовался тот или иной авторитет высказывая суждение по данному вопросу и что думать и анализировать факты ты все равно не умеешь потому что не учили никогда тем более подавляющее большинство историков история не интересуется она им на работе осточертела а когда на диссертации работал читал всякие статьи материалы столько что до сих пор тошнит если же какого-нибудь историка случайно угораздит кликнуть по историческому видео то только для того чтобы рассеянно слушая убедиться что лектор излагает тему согласно канону а если нет то это чушь крамола вообще кто-то такую чтобы рассуждать никакие аргументы не принимают все равно понятник большинство таких историков не может для них главное что канону не соответствует значит фоменковщина и отступничество интересно что к этой же категории примыкает довольно большое количество продвинутых любителей истории то есть тех кто как раз истории интересуется что-то читал и кое-что знает уже не знаю почему так ведь эти люди не связаны никакими традициями и канонами многие из них являются специалистами в естественных науках где закономерности основанные на фактах прежде всего я думаю что так происходит потому что знаний у них не хватает нет времени и сил глубоко погружаться в тему отсюда слепая вера в авторитет их убеждать поэтому тоже трудно потому что приходится ссылаться на факты которых они не знаю поэтому доказать что-то в истории тем более в древней истории невозможно это как эпическая традиция которая реками передается из уст в уста вроде сак или были тем не менее мы будем полностью пессимистами среди интересующихся данной темой есть думающие люди их очень мало но они есть и даже среди историков вот для них я в этом небольшом видео хочу дать методику изучения данной темы главным для проведения подобных исследований является глубокое изучение имеющихся источников я например когда писал свою книгу прочитал около сотни статей и монографии а уж письменные источники перечитал несколько раз какие же источники нужно изучать прежде всего кто такие славяне или скажем балты или германцы это люди для которых родным языком является славянский или соответственно балтийский германский и так далее все остальное ареал проживания бычий генетический состав национальная одежда и так далее это все вещи второстепенные таким образом для нас до главным критерием отнесения людей то или иной национальности является язык не всегда так было еще относительно недавно главным была религия, а еще раньше родственные связи, пусть даже воображаемые, но в наше время главным является язык, на котором люди говорили. Следовательно, важнейшей группой источников для нас является работа лингвистов. Нас интересует история языка, в данном случае славянского или, скажем, балтийского или германского, когда он распался на отдельные языки. Был ли этот распад одновременным или некоторые языки выделились раньше, а другие позже. Важнейшим для нашей цели является заимствование из других языков, поскольку они свидетельствуют о контактах разных народов. Заимствование позволяет понять, каков был характер этих контактов, насколько тесными они были и в какое время они происходили. Нужно сказать, что лингвистические источники – очень непростой материал. Среди лингвистов по многим вопросам нет согласия, что доказывает, кстати говоря, что лингвистика, в отличие от истории, развивающаяся наука. Здесь много субъективных оценок и нужно выбирать самые убедительные. При всей важности лингвистических источников, скажем, что основной массив данных по ранней этнической истории нам дает не лингвистика, а археология. Археология на сегодняшний день дает нам обширную информацию о практически всех сколько-нибудь значимых этнических группах с неолита до нового времени. Мы знаем очень много об этих людях. Мы знаем, на какой территории, в какое время они жили, каким образом добывали себе средства к существованию, какими орудиями работали, кто были их соседи. Часто, хотя и не всегда, знаем, на каких поселениях и в каких жилищах жили, какой посудой пользовались, как хоронили своих умерших. Что вообще такое археологическая культура? Это обнаруживаемые археологическими методами следы существования группы людей, имеющих похожую материальную и духовную культуру. Однако и этнос – это также группа людей, имеющих похожую материальную и духовную культуру. Единственное отличие – этнос – это также единый язык или группа родственных теалектов. Конечно, археологическая культура далеко не всегда равна этносу. Тут все зависит от времени существования. Если культура возникла недавно в результате миграции, то она может включать в себя ряда этносов. К тому же археологическая культура – это во многом дань традиций. Часто археологи относят к той или иной культуре свои находки не по комплексу, как должно было быть, то есть погребение, жилище, посуда, украшение и так далее, а по какому-то одному яркому признаку. Конечно, это может приводить к ошибкам. И тем не менее, что дает нам археология? Она дает нам общую картину развития различных этносов. Вот представьте себе, что вы видите политическую карту в динамике. Вы видите, как возникают государства, как они расширяются или наоборот сокращаются, как на их территорию вдорогаются другие государства и как одни поглощают другие. Но беда в том, что карта эта не подписана. Вы не знаете названий стран и народов. Следовательно, нам нужно установить, на каких языках говорило население той или иной археологической культуры. Потому что, как я уже сказал, вне археологических культур этносов не было. Поэтому все попытки определить, где жили те или иные народы, без привязки к конкретным археологическим культурам, сегодня являются анахронизмом. Такие гипотезы можно было выдвигать в 19 веке. Сегодня этот подход безнадежно устарел. И вот, наблюдая движение различных археологических культур, используем данные лингвистики, которые задают критерии, с помощью которых можно предположить, что та или иная культура была создана тем или иным этносом. Например, лингвистика говорит, что существовал единый общегерманский или общеславянский язык. Кроме того, лингвисты предполагают, что этот язык распался примерно в такое-то время. Следовательно, должна существовать культура, которая соответствует этносу, говорившему на этом языке. Эта культура должна разделиться на новые культуры немного раньше того времени, когда распался общий язык. Потому что для того, чтобы в языке произошли изменения, нужно время. Контакты культур должны соответствовать заимствованиям лексики языка, которые мы изучаем. Итак, археологические и лингвистические источники являются основными. Кроме них, очень важны также письменные источники. Но для многих регионов они появляются поздно и вообще к ним нужно относиться осторожно. Для древних авторов все народы, не охваченные от цивилизации, были дикарями. Представлений о лингвистике, как о науке, тогда вообще не было, оно появилось очень-очень намного позже. И мало кого интересовало, на каком языке говорят варвары. Этнонимы часто путали. Если на данной территории происходила смена этносов, новый этнос продолжали называть старыми минимами. Примеров таких путаниц очень много. Поэтому в источниковедении существует такое понятие, как критика источника. Хотя, нужно сказать правду, немногие историки умеют ею пользоваться. И тем не менее, письменные источники при всей их эпизодичности и неоднозначности являются ценнейшими для изучения ранней этнической истории. Еще одним непростым источником является топонимика. В толковании топонимов очень много субъективного, как и во всей лингвистике. Кроме того, большинство топонимов долго не существует. Самое долгоживущее – это гидронимы. Но и здесь обычно, чем меньше река, тем быстрее она меняет название. Названия крупных рек могут жить тысячелетиями. Поэтому мы, кстати, зачастую не можем объяснить название больших рек. Как показывает опыт, обычно около половины гидронимов меняет свои названия при смене этнического состава населения. Если происходит еще одна смена, то сохраниться могут лишь отдельные названия. Например, мы знаем, что примерно до VI века население европейских степей было преимущественно ираноязычным. Затем их сменили тюрки, а за период XVI по XVIII век их сменили славяне. Так вот, в степи сегодня примерно половина гидронимов славянские. Около того плюс-минус это тюркские, а от иранских сохранились лишь отдельные названия. Вместе с тем топонимы для изучения ранней этнической истории использовать можно и нужно, но делать это нужно с учетом вышесказанного. Дальше скажу, что источники по генетике к данной тематике неприменимы. Генетический состав населения существенно менялся лишь при миграциях до Железного века. Почему? Потому что население тогда было настолько редким, что число мигрантов было сопоставимо с автохтонным населением и как правило его превышало. А вот позднее, вследствие роста плотности населения и многочисленных более ранних миграций, население стало генетически разнородным и новые миграции были настолько малочисленными, что существенно повлиять на генетический состав уже не могли. Вот это коротко об основных группах источников. Теперь о том, как нужно проводить исследования. Начинать нужно с культуры населения, которая была достоверна того этноса, который нас интересует. Скажем, для восточных балтов это тушеблинская культура, для западных германцев ясторская, а для славян пражская. Такой вывод основан на том, что, скажем, пражская культура постепенно, без каких-либо миграций извне, эволюционирует к культуру Киевской Руси, о которой мы точно знаем, что она была славянской. Были ли другие культуры, говорящие на интересующем нас языке? Что касается славян, то нет, поскольку распад общеславянского языка произошел не ранее 6 века н.э., а пражская культура датируется 5-7 веками. Следовательно, распад общеславянского произошел в результате расселения носителей пражской культуры, и никакая культура синхронная пражской не может быть славянской. А вот для германских появление исторской культуры означало отделение западно-германского языка от скандинавского. Вот когда мы определили, какая культура достоверно принадлежала интересующему нас этносу, далее мы идем ретроспективно, то есть постепенно углубляемся вглубь веков. Бывает очень трудно определить, от какой именно культуры происходит интересующая нас культура. Среди археологов этот вопрос всегда и очень, и очень дискуссионен. И тем не менее, некоторое предположение можно сделать. Обычно новая культура несет в себе следы прежних культур, то есть культуры мигрантов и культуры аборигенов. Как правило, если культура аборигенов резко поменялась, следовательно, мигранты их ассимилировали. Хотя это тоже бывает не всегда. И вот здесь нам помогают снова данные лингвистики. Мы, опираясь на те наблюдения, которые сделали лингвисты, можем предположить, какая именно культура была до той, которая достоверно принадлежала к интересующему нас этносу. Впрочем, чем дальше мы углубляемся вглубь веков, тем предположительнее становится наше построение. Для индоевропейцев ситуация, можно сказать, уникальная, потому что мы знаем начало истории. Мы знаем, с чего началась история отдельных индоевропейских языков. А началась она с распада индоевропейского, который, как мы знаем, произошел в рамках ямной культуры. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, почему это была именно ямная культура. Доказательств этому собрано много. То есть мы знаем начало истории и мы знаем конец. И это облегчает нашу задачу. Не всегда можно найти промежуточное звено, но определенные предположения сделать можем. В таких вопросах утверждать что-либо со стопроцентной вероятностью нельзя. Мы можем более или менее предположительно высказывать те или иные версии. И, конечно, никакая категоричность, никакая безапелляционность недопустимы. Этим-то и отличается настоящий ученый от дилетанта, который пишет комменты о предмете, который практически не знает. Ну что ж, я надеюсь, что вот эта моя реплика, она, может быть, кому-то поможет разобраться в интересующем его вопросе ранней этнической истории.